МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания «Вектор» программа «С верой, надеждой, любовью» и я, ее ведущая, Наталья Смолякова. В сегодняшнем выпуске программы мы поведаем вам о святых Петре и Павле. Разберемся, чем отличаются храм, собор и церковь. Расскажем о мероприятии, посвященном Дню Семьи, Любви и Верности. А также отправимся в путешествие по святым местам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем памяти святых Петра и Павла считается 12 июля. Согласно церковному преданию, апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество в один день. О том, почему именно эти святые считаются первоверховными, нам расскажет про таерей храма святителя Николая Мерликийского Валерий Колесников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передается такое значение главенствующих апостолов, потому что проповедь, которую они несли людям о Христе, она обладала огромной силой и привлекала к Церкви бесчисленное множество людей, включая отдельные города и даже народы. По этой причине они и называются первоверховные апостолы Вселенской Православной Церкви. Что можно сказать? Каждый из них имеет разную судьбу и разное состояние души. В частности, апостол Петр, он был из числа простых галерейских рыбаков, которые не имел образования, но в то же время имел глубокую веру в Господа. И своей искренностью он был возлюблен Спасителем, за что и получил название Петр. Если человек имеет такую веру, как Петр, то никакие проблемы не могут помешать ему в этой и в будущей жизни быть с Богом. Будущий апостол Павел в свое время Саввул, тоже это имя он получил не сразу же, только после обращения ко Христу, когда уже он посетил остров Кипр и там привел к вере проконсула Сергия Павла, он стал именоваться Павлом. До этого его имя было Саввул. Он свою проповедь нес к язычникам, то есть людям, вообще не знавшим о истинном Боге. Все, что выходило за пределы тогдашнего Иерусалима, и вот включая нас с вами, это дело проповеди именно апостола Павла и последующих учеников, которых он находил в городах и селениях своей миссии. Как написано в Евангелии, в глубокой старости эти два апостола в один день приняли мученическую смерть. Апостол Петр был распят на кресте, а апостолу Павлу, как римскому гражданину, отсекли голову. Изображения святых апостолов Петра и Павла в экадастасе православного храма стали неизменной принадлежностью Диисусного чина. Со времен принятия христианства образ первоверховных апостолов считался одним из наиболее почитаемых на Руси. Их канонический облик в неизменном виде сохраняется с тех давних времен, когда последователи учения о воскресшем Спасителе собирались для своих служб в глубинах катакомб. В иконографии апостолов Петра и Павла присутствуют детали, ставшие каноническими для последующих времен. Это не только характерная внешность апостолов. Апостол Павел держит закрытую книгу в драгоценном окладе. У Петра свернутый свиток, символ его апостольских писаний, длинный золотой посох и золотые ключи. Между апостолами чуть выше, словно в отдалении, оплечное изображение благословляющего Спасителя с Евангелем в левой руке. Апостол Петр повторяет благословляющий жест Христа, сложа руку в благословении. А десница апостола Павла со сложными перстами находится на уровне груди, словно он осеняет себя крестным знамением. Фигуры апостолов слегка развернуты друг к другу и к находящемуся между ними Спасителю. В наши дни в иконостасах большинства храмов неотъемлемой частью Диисусного ряда является икона Петра и Павла. Значение ее со временем неизмеримо выросло. Причина заключается в более полном осмыслении их образов. Они являют собой символы безграничной веры в истинность Христового учения, позволяющего человеку подняться до вершин святости. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что мало кто из нас сможет ответить на вопрос о том, чем храм отличается от церкви и собора. А они, между тем, имеют огромное количество различий. Нельзя сказать, что они достаточно серьезные или существенные, однако верующим необходимо о них знать. Давайте же разберемся, в чем различия. Начнем, конечно же, с основных понятий. Итак, что такое собор? Этимология слова «собор» означает съезд или собирание. То есть это место, где могут встречаться большое количество людей. Оно же вошло и в церковную культуру. То есть собором называется храм епархиального уровня, который может вместить большое количество людей для одновременной молитвы. И во время богослужений праздничных, которые проходят, как правило, из других храмов приезжают священнослужители для того, чтобы в этом богослужении принять участие. И существуют соборы кафедральные. Кафедра — это место пребывания правящего архиерея, которое определяет один из храмов с местом постоянного пребывания высокостоящего духовного лица. Кстати, в Ямалоненецком автономном округе есть два кафедральных собора. Один находится в Новом Уренгое, второй — в Салихарде. Возглавляет Салихардскую епархию архиепископ Николай. Епархия объединяет все приходы на территории Ямалоненецкого автономного округа. Как правило, собор получает свой титул и статус пожизненно. То есть он не меняется. В дальнейшем, даже если впоследствии может быть построен храм больших размеров, и если даже правящий архиерей, кафедра которого, допустим, размещалась когда-то в этом храме, будет перенесена в другой, он оставляет за собой это право пожизненно. Как правило, богослужение в соборе проводится и епископом, или другим вышестоящим духовным лицом. Делается это ежедневно. При этом во время богослужения присутствуют и другие чины духовенства. Теперь чем собор отличается от храма? Храм — это архитектурное, религиозное строение. То есть храмом может быть любое строение, начиная от деревянного, включая в капитальном исполнении. И размеры соответствующим образом не имеют никакого значения. То есть храм — это, по большому счету, место проведения богослужений. А вот чем отличается собор и храм от церкви? Этимология слова «церковь» берется от греческого «экклезия», то есть собрания. В него включено понятие, которое выходит за рамки уже какого-то архитектурного строения. Это собрание верующих людей, которые объединены верой в своего Спасителя, живут одним учением в соблюдении определенных религиозных принципов. И неважно, где и как эта религиозная община будет проявлять себя. На сегодняшний день все эти понятия перемешаны в голове у человека. И зачастую все говорят «я был в церкви». В принципе, он в какой-то степени и не погрешает, потому что он приходит сюда не для того, чтобы с пустыми стенами иметь общение, а с теми людьми, которые пришли сюда поклониться истинному Богу. Если храм и собор ограничены только стенами и куполом, то церковь имеет более широкое понятие и объединяет верующих людей прошлого, настоящего и будущего. День памяти муромских святых Петра и Февронии православные отмечают 8 июля. В России в последние годы этот день называется Днем Семьи, Любви и Верности. В Губкинском в храме святителя Николая Мирликийского состоялось мероприятие, приуроченное к этому событию. Из года в год география празднования Дня Семьи, Любви и Верности расширяется. И сегодня практически в каждом городе этот праздник отмечается по-своему. Желаю узнать как можно больше о Дне Семьи, Любви и Верности, а также о покровителях праздника. Ребята, посещающие программу «Дети двора», совместно со своими вожатыми отправились в храм святителя Николая Мирликийского. Настоятель храма Валерий Колесников провел для ребят небольшую экскурсию. Рассказал о Петре и Февронии, а также о празднике, покровителями которого являются муромские святые. Это день, который празднуют со семьей. После экскурсии в храм ребята отправились в воскресную школу, чтобы посмотреть мультфильм о жизни муромских святых Петре и Февронии. Сегодня было очень интересно, и поэтому мне, как и всем, очень понравилось. История любви Петра и Февронии началась с настоящего чуда, о чем и сообщается в древнерусской повести о Петре и Февронии Муромских. Благоверный князь Петр, вступивший на муромский престол, очень болел. Его тяжкий недуг не давался лечению. Но однажды во сне князю было видение, что исцелить его сможет Феврония. Дева исцелила князя Петра, за это он взял ее в жены. С тех пор их семья, где всегда царили взаимные чувства, доверие и согласие, стала символом истинной преданности. А сейчас, как и обещала, отправимся в путешествие по святым местам. Сегодня как раз в город Муром, в Свято-Троицкий монастырь. Свято-Троицкий женский монастырь был основан в 1643 году благодаря муромскому купцу Тарасию Борисову. Здесь, по преданию, муромский князь Константин поставил деревянную церковь во имя Бориса и Глеба, первых русских святых. Позднее на этом месте была выстроена деревянная шатровая троицкая церковь. В 1642 году вместо деревянной на торговой площади начали строить каменную церковь при Святой Троице. Ее стены украшали не только резные фигуры, но и изумительные изображения диковинных растений и птиц, драконов, конных воинов в шлемах. Вскоре после постройки храма Тарасия получила разрешение основать здесь и монастырь. Таким образом, Троицкая церковь стала монастырским собором, а вокруг нее широко развернулось строительство. В советское время оказалось для Троицкого монастыря очень тяжелым. Только в 1970-х годах ансамбль Троицкого монастыря был признан памятником архитектуры и поставлен на государственную охрану. В 90-х годах Троицкий монастырь стал первой женской обителью, возобновленной во Владимирской области. При монастыре действует приют для девочек. После открытия обители сюда из соседнего Благовещенского мужского монастыря перенесли мощи муромских святых Петра и Февронии. Сюда постоянно пребывают паломники, чтобы поклониться мощам самой известной русской святой супружеской четы, покровителей семьи и брака. В жизни нужно уметь любить и прощать, быть чуткими, добрыми и отзывчивыми. И сколь бы ни казались нам мрачными новости, сколь бы злым и холодным не представал перед нами окружающий мир, доброта, бескорыстие и сострадание все равно существуют рядом с нами. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся вновь в следующих выпусках программы «С верой, надеждой, любовью». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова